Добрый вечер, в эфире новости ТВК. Я Ольга Депляшина. Главное событие дня. С 1 июля проезд в общественном транспорте подорожает на 8 рублей. Билет в автобусе будет стоить 44 рубля, в электротранспорте 40 рублей. На самом деле тот результат, который на сегодняшний момент мы видим, мы его не ожидали. Экс-главу САТП, главного подрядчика по ремонту дорог в Красноярске отправили под домашний арест. Дмитрия Сакирку подозревают в картельном сговоре с гендиректором промстроя. На даче можно помоиться, погреть воду. Ну так, ну кастрюльку погрел. Пять дней без горячей воды. Взлетка северной зеленой рощи. В чем причина затянувшегося ремонта? Фиалка Монмартра в Красноярском музыкальном театре. Для участия в премьерных показах приехали солисты Московского театра Аперетты. Теперь официально. С 1 июля проезд в общественном транспорте подорожает на 8 рублей. Уже с понедельника билет в автобусе будет стоить 44 рубля, в электротранспорте 40 рублей. Такое решение приняли сегодня в Министерстве тарифной политики Красноярского края. Как объяснили новостям ТВК, в ведомстве увеличение стоимости проезда связано с ростом минимального размера оплаты труда. А также с изменением стоимости запчастей и высокой ценой автобусов, которые нужны для обновления автопарка. С таким решением не согласен депутат краевого заксобрания Владимир Вахтель. Ранее он обращался в УфА с просьбой проверить перевозчиков на картельный сговор. Отмечу, последний раз стоимость проезда поднимали чуть больше года назад, в марте прошлого года. Поездка в автобусе подорожала тогда на 4 рубля с 32 до 36 рублей. Чиновника, экс-главу САТП, главного подрядчика по ремонту дорог в Красноярске отправили под домашний арест. Дмитрия Сакирку подозревают в картельном сговоре с гендиректором промстроя Декардом Ханагяном. Дело вызвало общественный резонанс, появились даже слухи о возможной отставке мэра Красноярска Владислава Логинова. Что говорят эксперты? Как сговор комментирует сам градоначальник и повлияет ли расследование на текущий ремонт дорог? В репортаже Татьяны Шунковой. Бывший глава муниципального САТП, который обслуживает дороги Красноярска, за решеткой дает показания в суде. Сегодня Дмитрию Сакирку отправили под домашний арест. Его подозревают в картельном сговоре при ремонте дорог. По версии следствия, Сакирка заключил соглашение с главой компании промстрой Декардом Ханагяном. Эта компания, как и САТП, ремонтирует дороги в Красноярске. Договор Сакирки и Ханагяна гласил, САТП выигрывает муниципальные торги и делает промстрой субподдержкой. Подрядчикам работ на миллиард рублей. За это частная компания передает муниципальному предприятию 5 миллионов в качестве вознаграждения. Прокурорская проверка совместно с Красноярским УФА с Россией показала, что в 2023 году муниципальным предприятиям САТП и организацией промстрой заключено антиконкурентное соглашение по ремонту дорог в городе Красноярске. Прокуратура направила в арбитражный суд края исковое заявление о признании недействительных и заключенных с нарушением законодательства о защите конкуренции муниципальных контрактов и взыскании денежных средств, полученных по указанным сделкам в доход государства. Дмитрия Сакирку задержали 27 июня, а Декарда Ханагяна днем ранее, 26-го. Бизнесмена заключили под стражу на два месяца, а в компании прошли обыски. Сегодня в офис промстроя мы попасть не смогли. Свет в холле выключен, дверь на замке. САТП же сегодня работает в штатном режиме, сообщили нам на предприятии. Однако прокомментировать дело бывшего главы никто не смог. Якобы все на выездах. Сам Дмитрий Сакирко работал в САТП более 10 лет на разных должностях. А руководителем в 2022-м его назначил мэр Владислав Логинов. Он же его и уволил в декабре 2023-го за плохую уборку дорог от снега. Но качество и темпы ремонта дорог в прошлом году при Сакирке мэр оценивает выше, чем в этом. Однако договоренности с АТП и промстроя об ограничении конкуренции комментировать не берется. С точки зрения оценки нарушения антимонопольного законодательства, либо какие-то другие квалификации, наверное, с точки зрения моей сегодня профессиональной деятельности судить очень сложно. Я думаю, что эти оценки дадут правоохранительные органы, наверняка в конечном итоге суд. Поэтому будем ориентироваться на эти оценки и дальше принимать решения, в том числе и кадровые, в соответствии с какой-то квалификацией этого нарушения, если таковое существует. Общественники же давно говорили о монополии на рынке ремонта дорог в Красноярске. И уверены, что мэр был в курсе сговора основных подрядчиков. Но в то, что ситуация дойдет до уголовного дела, эксперты до конца не верили. На самом деле тот результат, который на сегодняшний момент мы видим, мы его не ожидали. Мы думали, что органы, ну там как-то друзья между собой и не реагировали вообще ни на сигналы с средств массовой информации. Потом уже подключались и депутаты там, и законодательного собрания. Мы думали, что все это как-то умалкивается, это все откладывается. Но сегодня эта новость нас обрадовала, что все-таки будут наказаны те, кто причастны к данному делу. Ну и с точки зрения того, что компания Промстроя и СТП на сегодняшний момент являются монополистами, это можно спокойно посмотреть на рынке. И то, что мы говорим о том, что якобы глава об этом не знал, глава об этом напрямую знал и, скорее всего, участвовал в этом деле. Возможную причастность Логинова к делам СТП и Промстроя обсуждают в политических телеграм-каналах Красноярска. Масла в огонь добавила еще одно уголовное дело на сотрудника мэрии, начальника отдела департамента горхозяйства Владимира Стаканова. Его подозревают в получении взятки в 200 тысяч рублей при капремонте домов. И об этом деле стало известно в тот же день, что и в картельном сговоре. Политологи говорят, что в такой ситуации недалеко и до отставки мэра. Что касается репутации главы города, то, безусловно, та ситуация, которая сложилась сейчас, связанная с ремонтом дорог, с подрядчиком, который арестован, конечно, не может не сказаться на репутации главы города, ровно потому, что все подобного рода решения, а речь идет о миллиардных контрактах, не могут быть не согласованы с руководством города. Тем более Владислав Логинов до момента избрания его на должность мэра был первым заместителем мэра, как раз курировавшим эту сферу. И, безусловно, он очень хорошо понимает, что происходит в этой сфере и давно знаком в настоящий момент с фигурантами уголовных дел. Поэтому, конечно, все, что сейчас происходит, эта ситуация будет нарастать. Я думаю, что это может закончиться в том числе и отставкой главы города Красноярска. Также Алексей Оксютенко не исключает, что Владислав Логинов может оказаться и фигурантом уголовного дела. И это будет прецедент. Также, предполагает эксперт, вопросы силовиков могут появиться и к руководству Департамента городского хозяйства и транспорта, и к депутату Горсовета Павлу Криско, который руководит управлением дорог, инфраструктуры и благоустройства. Все будет зависеть от того, какие показания дадут уже арестованные Ханагяны Сакирка. А как расследование повлияет на и без того проблемный ремонт дорог в Красноярске, пока непонятно. Но в мэрии уверяют, подрядчики продолжают работать, и поводов для расторжения с ними контрактов нет. Татьяна Шункова, Иван Глушанков, Новости ТВК. Чиновника из Департамента гурхозяйства Владимира Стаканова заключили под стражу на два месяца. Такое решение принял Железнодорожный районный суд. По данным следствия, в апреле 2023 года начальник отдела муниципального контроля Департамента гурхозяйства Стаканов получил взятку в 200 тысяч рублей от руководителей строительной компании «Орион». За это чиновник обеспечил фирме покровительство и беспрепятственно принимал работы. Строительная компания проводила капитальные ремонты и противоаварийные работы за счет бюджета. Стаканова задержали накануне. Тогда же в Департаменте гурхозяйства прошли обыски. Следователи возбудили уголовное дело за получение взятки. Владимиру Стаканову грозит до 12 лет тюрьмы. Пока же до 26 августа мужчина находится в следственном изоляторе. И еще одно уголовное дело красноярский перевозчик выпускал на линию неисправные автобусы. За техосмотр он давал взятки сотруднику полиции и эксперту пункта проверки. В мэрии сообщают, речь идет об индивидуальном предпринимателе по фамилии Цугленок, который обслуживает маршрутные автобусы номер 60 и 83. По данным Следственного комитета, с января 2023 года инспектор ГАИ и эксперт в пункт отехосмотра помогали мужчине проходить диагностику транспорта. При этом автобусы не соответствовали требованиям. Всего за фейковые проверки перевозчик заплатил 320 тысяч рублей. Перевозчика, правоохранителя и эксперта задержали и заключили под стражу. Полицейским оказался старший инспектор безопасности дорожного движения ГАИ. Обвиняемого сотрудника отстранили от работы. Если его вину подтвердят, работника уволят, а руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, сказали в полиции. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям получения и дача взятки. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Смертельная авария под Красноярском. Все случилось сегодня с утра неподалеку от моста через Енисей на глубоком обходе. По данным специалистов госавтоинспекции, водитель фуры выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя машинами. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Волева» выехал на полосу предназначенного встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фотон», «Жигули» и «Тойота Камри». В результате происшествия загорелись три автомобиля. Дым от возгорания было видно за несколько километров. На место прибыли сотрудники МЧС, чтобы потушить пожар. В результате аварии погибли два человека – водитель «Жигулей» и грузовика «Фотон». Последний как раз и выехал на встречную полосу. Водителя еще одного грузовика госпитализировали. Красноярец открыл стрельбу в Октябрьском районе. Все случилось этой ночью возле жилого дома на Тотмина-8. Стрельбу устроили возле круглосуточного магазина. На записи с камеры видеонаблюдения видны две вспышки. Значит, стреляли дважды. После этого все участники разбежались. Большое скопление людей ночью возле этого магазина – не редкость. Здесь, рассказывают местные, продают алкоголь после 23.00. На магазин не раз писали заявление, но ничего не меняется. По факту происшествия в полицию никто не обращался. Тем не менее, правоохранители начали проверку. О том, есть ли пострадавшие, неизвестно. Красноярского бизнесмена Александра Нуса приговорили к 9 годам колонии общего режима и оштрафовали на 1 миллион рублей. Сооснователя холдинга «Молтат» признали виновным в мошенничестве и хищении почти полутора миллиардов рублей, выделенных на проект переработки леса. Однако сам Нус вину не признает. В прокуратуре сообщают, деньги в качестве кредита выделила корпорация ВБРФ на производственный комплекс по переработке леса в Сосновоборске. Однако деньги вывели на расчетные счета сторонних организаций. Также Нус перевел 770 миллионов на банковский счет в Швецию. Тогда бизнесмена заподозрили в незаконных валютных операциях. В 2022 году сооснователя холдинга задержали в Москве. Его поместили в СИЗО. Напомню, группу компании «Молтат» основали три брата Нусы в 1992 году. Бизнесмен также владел предприятиями, занятыми в сфере рыболовства и лизинга. Александру Нусу и его братьям также принадлежали офисный центр «Нама РЧК» и кинотеатр «Луч». Кроме того, известно, что Нус был в хороших отношениях со многими краевыми чиновниками, в том числе с бывшим советником экс-губернатора Александра Уса Владимиром Шаишниковым. Во время губернаторства Уса предприниматель входил в состав Совета лесной отрасли при главе региона. Температура в Красноярске бьет вековые рекорды. Горожан ждут аномально жаркие выходные. Завтра днем, по данным гидрометцентра, воздух прогреется до 35 градусов. Будет солнечно и без осадков. Ночью температура опустится до плюс 19. В воскресенье столбики термометров поднимутся до 37 градусов. Облачно с прояснениями. Дождя не ожидается. К слову, в последний раз самую высокую температуру 29 июня специалисты фиксировали. Очень давно, в 1928 году, тогда столбики термометров поднялись до плюс 34. Что касается геомагнитной обстановки, то в субботу активность на Солнце достигнет 5 баллов. В остальные дни небольшие возмущения в 2 балла. Жара провоцирует несчастные случаи на водоемах. Только за последние сутки в Красноярском крае утонули 4 человека. Все трагедии произошли на необорудованных пляжах. Об одном из прецедентов новости ТВК рассказывали накануне. На острове Татышев у Вантового моста утонул 17-летний подросток. Вторая трагедия случилась на озере Цыганское в районе БСМП. Там в воде скончался 26-летний мужчина. В Вачинске на реке Чулым погиб мужчина 35 лет. А на водоеме Мазульского пляжа утонул 11-летний мальчик. В МЧС считают, что все происшествия объединяет равнодушие взрослых к безопасности и досугу близких. Часть жителей советского района уже 5 дней без горячей воды. Крану у людей пустели с 24 июня. Без горячего водоснабжения до 3 июля остались густонаселенные микрорайоны. Взлетка Северной Зеленой Рощи. За 10 дней отключения ресурсники должны отремонтировать трубопровод, чтобы зимой отопительный сезон прошел без происшествий. Жители к работам относятся спокойно. Тем временем пользователи интернета делятся своими способами выживания в период отключения воды. Подробности у Стефании Гордиенко. Не комфортно нам с чайниками, потому что мы были немного не готовы. Татьяна – руководитель салона красоты на улице 9 мая. Уже несколько дней своих клиентов она обслуживает с помощью чайника. Только вот предлагает им не чай, а помыть голову перед стрижкой или окрашиванием волос. О том, что горячей воды в салоне не будет, мастер парикмахерских дел узнала уже по факту на работе, когда в кресле перед мойкой сидела клиентка. Татьяна говорит, была в отпуске, поэтому новость об отключении пропустила. Пришлось экстренно выкручиваться. Пришлось греть чайник. Ну, уже, надеюсь, мы уже послезавтра установим, конечно, бойлер. Но пришлось отменить очень много окрашиваний, потому что у нас студия в основном на окрашивание. Окрашивание и женские стрижки. Поэтому воды не нагреешь. Люди идут, много жарко. И как бы всем хочется помыться с душика, но никак не с чайника, как дома. Ежегодные отключения горячей воды начались 20 мая. Сначала краны опустили у жителей Ленинского и Кировского районов. А сейчас очередь самого большого района, Советского. С 24 июня чайниками и кастрюлями вооружились жители взлетки Северного и Зеленой Рощи. Это способ помыться, так сказать, по старинке. Чтобы не остаться без горячей воды на 10 дней, можно установить у себя бойлер. Они сейчас есть на разный вкус и цвет. Однако, говорят продавцы, покупать их активнее, чем обычно, сейчас не стали. Пойдемте узнаем, как жители обходятся в период отключения горячего водоснабжения. На даче можно помыться, погреть воду. Ну так, ну кастрюльку погрел, вполне достаточно развести. Ну я грею большую кастрюльку, 6 литров. Она у меня специально остается для летного сезона. Может какие-то есть лайфхаки? Ну, заранее набрать холодной воды, чтобы она более так подогрелась. Ее потом разбавлять чайником более комфортнее и удобнее, чем, допустим, сразу холодную разбавлять. Ну нормально, что обойдемся уже, это же ненадолго. Ну, в общем-то, дочь живет в другом районе. Если конкретно помыться, то тут недалеко 10 минут езды съездили, да помылись. А так, обходимся. К отключениям воды горожане привыкли. Греть кастрюли 10 дней летом приходится не один десяток лет. За такой многолетний опыт люди придумали множество способов обойти неприятность и поделились своими методами в социальных сетях. Ой, а ты что здесь делаешь? Купаюсь. А почему в одежде? Горячее отключили, так теплее. Что делать, если у вас грязная голова, а времени вымыть ее уже нету? Сейчас покажу. Нам потребуется грязная голова и обычная детская присыпка. Немножко посыпаем присыпку на волосы. Смотрите, только не переусердствуйте. И легкими массирующими движениями распределяем ее по всем волосам. Вот таким вот образом. При желании можно еще раз чесать. И все, голову можно не мыть. Пока жители выкручиваются как могут, коммунальщики проверяют ненадежность трубопровода. Ищут ненадежные участки, чтобы отопительный сезон зимой прошел успешно, без порывов. Кроме того, в это же время на ТЭЦ также проходят ремонты. Без отключения горячей воды они невозможны, говорят в СГК. Поэтому без чайников и тазиков пока никуда. Плановый срок отключения горячей воды, как правило, составляет 9 дней. Но по большинству микрорайонов мы возвращаем воду раньше этого срока. Где можно вернуть воду досрочно? Во-первых, это там, где не было выявлено слабых мест. Либо их было немного и быстро отремонтировали. И второе, это там, где есть возможность подать ресурсы от другого теплоисточника. В любом случае, энергетики заинтересованы вернуть воду как можно раньше. Но первоочередной для нас является задача подготовки к зиме. Радует одно. В последние несколько лет ресурсники с ремонтом труб справляются быстрее. Поэтому воду людям дают раньше положенных 10 дней. В следующем под отключение попадает железнодорожный район. Там горячей воды не будет с 15 по 24 июля. Стефания Гордиенко, Владимир Антонов, Новости ТВК. В этом году Красноярск накрыло пухом. Он залетает в квартиры, скапливается на детских площадках, возле машин и домов. Красноярцы переживают, что в любой момент может произойти из-за возгорания, из-за шалости или непотушенного окурка. Как безопасно избавиться от пуха, об этом прямо сейчас расскажет заместитель директора Центра ГУЧС Игорь Рублев. Здравствуйте! Ежегодно летом тополинный пух приносит неприятности не только людям, страдающим аллергией, но и может стать причиной возникновения пожара. И сегодня мы расскажем о том, как бороться с тополиной метелью. Главное, что нужно помнить. Тополинный пух легко воспламеняется и горит с большой скоростью. Неосторожно брошенный окурок или спичка могут стать причиной пожара. Не думайте, что вы сможете проконтролировать горение тополинного пуха. А учитывая, что пух скапливается в клубки, то вспыкивает он еще интенсивнее. И огонь запросто может перекинуться на сухую траву, мусор, а затем и на жилые строения, автомобили. Поджигание тополинного пуха – излюбленное развлечение детей. Именно поэтому мы обращаемся к родителям и просим провести с детьми беседы об опасности поджигания тополинного пуха. Помимо угрозы безопасности каким-либо строениям и объектам из-за высокой скорости горения, ребенок может получить серьезные термические ожоги сам. Уважаемые взрослые, если вы увидели на улице баловство ребят с тополиным пухом, не проходите мимо. Объясните им, почему нельзя поджигать пух и всевозможные печальные последствия такого поступка. Для предотвращения возгораний, например, рядом со своим автомобилем или жилым домом, рекомендуется пролить водой скопление пуха или отмести его на безопасное расстояние. Коммунальным службам и обслуживающим организациям рекомендуется своевременно проводить уборку и проливку дворов, тротуаров и прочих мест скопления тополинного пуха. Жителям частного сектора также стоит позаботиться об уборке придомовых территорий. Для лучшего эффекта тополиный пух также необходимо смачивать водой, а затем, когда он станет тяжелым, подметать. Быть внимательными стоит жителям высотных домов. При сильном ветре пух легко поднимается, забиваясь во всевозможные щели лоджий и балконов. Непотушенный окурок или спичка, проведение огневых работ или детская шалость могут моментально привести к возникновению пожара. Помните, предупредить несчастный случай всегда легче, чем исправить его последствия. Учитывайте данную информацию, смотрите рубрику о гражданской обороне и помните, если предупрежден, значит вооружен. В Красноярске снижается активность клещей. Сколько людей пожаловались на членистоногих за последнюю неделю. Подробнее об этом и не только в рубрике «Новости коротко». Горячую воду досрочно возвращают в десятки домов советского района, об этом сообщают в СГК. Постепенно водоснабжение начнет появляться в домах на улицах 78-й добровольческой бригады, авиаторов, весны, взлетная, кубанская, молокова, октябрьская, партизана-железняка, мотозалки и естынская. Полный список адресов вы сейчас видите на экране. Напомню, горячую воду почти во всем советском районе отключили с 24 июня по 3 июля из-за подготовки к будущему отопительному сезону. В Красноярске пройдет фестиваль «Небо-фест». На острове Татышев красноярцы смогут посмотреть на профессиональные прыжки с парашютом лучших спортсменов страны, а также сами прыгнуть в тандеме или в очках виртуальной реальности. Кроме того, на фестивале выступят музыкальные группы и артисты. На концерте треки исполнят группа «Маша и Медведи», «Егор Шип», «Глеб Самойлов» и «Снэйк» с программой «Агата Кристи 35 на бис». Для гостей организуют фудкорт, лектории, фотозоны и мастер-классы. «Небо-фест» пройдет 28 июля с полудня до 11 часов вечера. В Красноярском крае снизилось количество присасывания клещей. За последнюю неделю к медикам обратились 1033 жителя. Из них 178 дети. Это в два раза меньше, чем недели ранее. Статистика делится в Роспотребнадзоре. Специалисты говорят, причина снижения активности членистоногих – аномальная жара. Однако, несмотря на это, риск встретить насекомое по-прежнему есть. По данным ведомства, на одном километре встречается до 70 клещей. Отмечу, с начала сезона членистоногие присосались почти к 10 тысячам красноярцев и 2,5 тысячам детей. Фиалка Монмартра расцвела в Красноярском музыкальном театре. Это новая постановка, главная премьера юбилейного сезона. Действия оперетты разворачиваются в Париже. В центре внимания три друга творца. Специально для участия в премьерных показах приехали солисты Московского театра оперетты. Как это было, смотрите далее. Парижский вечер для этой троицы всегда обеспечен. Монмартер, вокруг богема и они – художник, композитор и поэт. Творцы, как и все молодые люди, мечтают об успехе, проданных картинах, собственной оперете, престижной работе. Но, как это часто бывает при юношеском максимализме, кажется, что весь мир против них. Там просто молодые люди, которые поэт, композитор и художник пытаются выбиться. Но у Кальмана там не написано, что они там сильно молодые. Я сделал такой вот немножко упор, как будто они вот тимеджеры, они современные. Только что закончили институт, и молодые и талантливые люди, но не могут тебя реализовать. Как это обычно бывает, как это было у меня. Закончил институт и потом метался из театра к театру, не мог никак пристроиться. Но как это без счастливого конца? Особенно у людей с вечно горящими глазами и сердцами. Молодость прощает любые ошибки, а еще открывает любые двери. Ну и куда в этой истории без любви? Для меня, как для артиста, этот спектакль о бесконечной любви к жизни, к друзьям, к профессии, к преданной отношении, к себе, честность – это все про моего персонажа. Последний раз оперету музыкальный театр ставил в 2016 году. Поэтому для юбилейного 65-го сезона это действительно жемчужины и возвращение к истокам, говорят в учреждении. Специально для двух из пяти премьерных показов пригласили артистов из Москвы. Готовились не один месяц. И это только артисты, не говоря о режиссере, постановщиках, хореографах и, конечно, дирижере. Переработкой всего музыкального массива и аранжировкой в этот раз занимался Андрей Семенов. Мне кажется, что развинчивая произведение Кальмана на какие-то составляющие части и собирая его заново, мы старались сделать так, чтобы это понравилось самому Кальману. Самой главной задачей всех, кто работал в этом проекте – драматургов, режиссера, музыкального руководителя – было сохранить ту необыкновенную красоту, свободу, которая в музыке Кальмана заложена. Ждет ли «Фиалку Мон Мартра» такой же успех и «Золотые маски», как предыдущую «Жемчужину» рок-оперу «Орел и Ворон», сказать пока сложно. Впереди премьерные показы постановки – 29 июня, 1, 2 и 3 июля. И пока артисты завершают этот сезон, руководство музыкального театра постепенно готовится к следующему. Обещают 22 сентября выпустить премьеру – пластический спектакль «Лабиринты снов» на малой сцене. Солисты – балетная труппа. А в октябре планируют показать «Бэйби-мюзикл» – музыкальный спектакль для самых маленьких красноярцев. Полина Михальчук, Анастасия Масленникова, Новости ТВК. Далее в эфире рубрика «Вопросы психологу». Эксперт Ольга Долганина расскажет, почему нас тянет к опасным авантюрам и как с этим справиться. Здравствуйте, меня зовут Долганина Ольга Андреевна, и я клинический психолог и когнитивно-поведенческий терапевт. И сегодня мы с вами поговорим про адреналиновую зависимость. Меня привлекают очень рискованные авантюры, которые порой опасны для жизни. Почему? Такое поведение может быть связано с несколькими причинами. И первая из них – это психологический эффект адреналина. Некоторым людям просто необходим адреналиновый всплеск и те ощущения, которые происходят после него. Адреналин, выделяющийся в ответ на стрессовые ситуации и опасность, также способен вызывать эйфорию и ощущение возбуждения. И именно это ощущение будет способствовать созданию зависимости. Ощущение адреналина действительно может стать зависимостью, которая возникает вследствие опасных и стрессовых ситуаций. Человек подсаживается на эти ощущения, и затем ему требуется все больше и больше различных приключений и авантюр. Люди, которые почувствовали эту связь – риск, стресс, достижение и счастье – чаще всего будут рисковать вновь, чтобы еще раз получить эти ощущения. Второй аспект связан с психологическими аспектами компенсации. Человек, который постоянно требует авантюр и приключений, просто может не выдерживать рутину, бытовые вопросы. Они будут казаться ему скучными и невыносимыми. Он может связывать всплески адреналина и ощущение себя живым, достойным или то, что я могу многое. И именно эта связка будет рождать зависимость. Такое стремление может также проистекать из желаний самореализации и проверить, а на что я еще могу быть способным. Что с этим можно сделать? Первое, что необходимо сделать – это выяснить, чего вам на самом деле не хватает. Попробуйте задать себе несколько вопросов. В какие моменты жизни вам хочется авантюры и приключений больше всего? Когда это возникает? После каких стрессовых или неприятных ситуаций? Правдивые ответы на эти вопросы и исследования тяги адреналиновой зависимости помогут прояснить ситуацию и начать с ней справляться. Второй шаг, который необходимо сделать – это учиться ориентироваться в рамках долгосрочной перспективы. Да, действительно, у вас появилась тяга. Да, действительно, вам хотелось бы на нее ответить. Но в долгосрочной перспективе это действительно будет стоить того. Третий шаг, который необходимо сделать – это найти новые занятия, которые помогут вам испытать эффект новизны. Главное, что должно быть в этой деятельности – это ощущение новизны, новые впечатления, новые навыки и новые трудности, с которыми вы могли бы справляться. Ведь после выброса адреналина, чтобы смягчить его действия, возникает также эффект эндорфинов – гормонов счастья. И мы можем его также получать, когда пользуемся новыми видами деятельности. Это была Ольга Долганина. Свои вопросы психологу можно задавать по номеру 200-00-65. Также пишите в Viber и WhatsApp по номеру 8-923-165-45-00. И в любых социальных сетях ТВК. 26 марта 1989 года в Советском Союзе состоялись первые свободные выборы народных депутатов СССР, которые стали началом реальных перемен в политической системе страны и государства. Сегодня в проекте Натальи Кечиной кинохроники «Красноярье» о том, как проходила тогда предвыборная агитация и о новых депутатах. В соответствии с законом о выборах, принятым в неочередной сессии Верховного Совета СССР 1 декабря 1988 года, трудовой коллектив Красноярского комбайнового завода на своей конференции выкинул кандидатом в народные депутаты СССР Анатолия Максимовича Бархатова, бригадира Микизова цеха предприятия. В 1989 году казалось, ну наконец-то, теперь все в наших руках. И высшие органы власти попадут только достойные люди из своих. Те, кто знают проблемы простых работяг и будут их решать там наверху. Бригадир станочников Анатолий Бархатов, которому тогда было 44 года, передовик производства, гордость коллектива и человек, заслуживший репутацию правдолюба. Он у нас является председателем Совета бригадиров. Каждый вторник у нас планерка, полдесятого начальника цеха. И Бархатов там такие животрепещущие вопросы задает на планерке, которая касается именно нашей работы в цехе и в общем плане нашего завода. Он может работать, он хороший товарищ. И он никогда не отказывает ничего во всем. Где все надо, советует, поговорит, всегда поможет. Впрочем, это были уже не те времена, когда кандидатов выбирали единогласно, в едином порыве, со стопроцентным голосованием «За». И на комбайном заводе в спорах решали, кто же более достоин. Некоторые сомневались. Бархатов даром, что лауреат государственной премии. Но сможет ли он быть и лидером депутатом? Ему тяжело. Его надо поддерживать. Почему тяжело? Ну, надо же пробивать-то тяжело. Пробивать-то. Он не такой пробивной. Знаете, тяжело пробивать. А кто-то мастером работает где-то, он уже с людьми контакта больше и разговоров. Я вот там, понимаете. Почему вы его выдвигали? Я не знаю. Не знаю зачем. Не знаю зачем. А зачем Горбачев говорит? Выдвигайте из-за рабочих. Несмотря на все предвыборные страсти, были едины в одно убеждение. Не все. И те, кто был против кандидатуры Бархатова, и те, кто за. Ну, естественно, и он сам. Надо сделать так, чтобы мы жили лучше. Мы именно рабочие. Понимаете? Ну, вроде как за рабочего человека, чтобы был депутатом вроде. Чтобы наши вопросы, которые ты сам чувствуешь, сам видишь, сам понимаешь их. Чтобы притворял жизнь, так сказать. Сказали, надо, значит, надо. Любопытно смотреть по прошествии времени на предвыборную агитацию 35-летней давности. Хоть и дали добро, но можно говорить теперь абсолютно все. Но никаких черных технологий, никаких вываливаний с кабризных подробностей личной жизни тогда не было. Агитация исключительно это собрание трудовых коллективов, газеты в поддержку и автобусы с громкоговорителями, разъезжающие по нынешним меркам к пустому городу. Уважаемые товарищи Красноярцы, предлагаем вам отдать свои голоса за кандидатом в народные депутаты СССР, выдвинулась трудовым коллективом Красноярского завода комбайнов. Спустя два года, в 1991 году, Анатолию Бархаттут присвоено звание Героя социалистического труда, вторым в истории комбайнового завода и одним из последних в стране. А потом, когда не стало социалистического государства, исчез социалистический труд. Да и комбайновый тоже исчез. Анатолию Максимовичу сейчас 79 лет. Он ведет скромный, непубличный образ жизни обычного пенсионера. Что до выборов 89-го, то несмотря на многочисленную поддержку, тогда народным депутатам СССР ему стать не удалось. Уважаемые товарищи, в предвыборную борьбу сегодня вступает нас... Знакомые привычные слова. Более полувека мы бездомно повиновались им. Но на этот раз произошло принципиально другое. Сегодня мало быть только хорошим производственником. И это знамение нашего времени. Я рабочий человек. И нужды народа мне не только знакомы, но и понятны. Свою программу я выработал, исходя именно из этого. Наталья Кичина, новости ТВК. Первый контейнерный поезд с рапсовым маслом из Красноярска отправили в Китай. Экспресс-доставка поможет краевым агропредприятиям увеличить объемы производства и переработки. Подробнее о том, сколько тонн масла доедет до КНР и за какое время, в репортаже Арианы Тимпелиной. С грузом рапсовое масло на КНР готов к отправлению. Разрешите отправить? Разрешаю отправить. С разрешения начальника Красноярской железной дороги грузовой состав отправляется в Китай. В качестве груза переработанное рапсовое масло. Его используют для приготовления пищи. Такие отправки помогают развивать партнерство между государствами и экспортные перевозки в Китай, Монголию и юго-восточную часть Азии, рассказывает зампредседателя краевого правительства Леонид Шорохов. Задача, которую ставит и президент, и губернатор об увеличении мощностей по переработке сельхозпродукции в каждом регионе, в частности у нас в крае, это правильное, очень абсолютно верное решение. Мы уверены, что в ближайшие, думаю, 5 лет мы сможем перерабатывать все, весь урожай, который мы собираем. Переработкой семян занимается Красноярский масляный завод. Мощность современного предприятия позволяет производить 1000 тонн рапсового масла и почти 2000 тонн рапсового жмыха в месяц. Кроме производства, компания занимается экспортом продукции из Сибири в Китай, не привлекая сторонних специалистов. За последние 5 лет объем отправленного из края зерна увеличился почти в 2 раза. Это дает скорость отправки, соответственно, более быстрое получение оплаты за товар. Помимо этого, контейнерный поезд – это очень понятная для наших китайских партнеров единица измерения. Когда мы отправляем контейнерные поезда, мы показываем свой потенциал, который дает возможность работать с крупными государственными китайскими предприятиями. 94 контейнера с 2000 тонн рапсового масла доедут до Китая за рекордные 117 часов. Благодаря экспресс-доставке контейнеров из Красноярской до Манчжурии увеличивается скорость и уменьшаются транспортные издержки. Отправление сегодняшнего поезда – это яркий пример тех сервисов, которые мы предлагаем. Сегодня у грузоотправителей наиболее востребованы контейнерные поезда, контейнерные отправки. Они дают свое преимущество и при перевалке грузов. Ну и, соответственно, это сроки доставки грузов, которые снижаются в полтора-два раза. Сегодня Красноярская железная дорога предлагает отправки с 13 станций порядка 100 поездов в месяц для того, чтобы обеспечить нашу экономику, обеспечить наши грузоотправители. Несколько лет подряд продукцию масляного завода транспортировали одиночными контейнерами через морские пограничные переходы. Сейчас грузовой экспресс-поезд отправится из пункта А в пункт Б без остановки на переработку. Такая технология движения экономит ресурсы предприятий-партнеров. Ариана Семпелина, Данил Мамонтов, Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова